Всем доброго времени суток! Сегодня у нас Real Bout Fatal Fury 2, которая вышла в марте 1998 года на аркадных игровых автоматах. И, скажем так, меня эта игра несколько разочаровала. И чтобы понять в чем причина, настоятельно советую пересмотреть выпуск номер две сотни, в которой я подробно описал прошлую игру серии Real Bout Special. Если коротко, Real Bout 2 это апдейт, только хуже. Начнем по традиции с геймплея. В своей основе, на первый взгляд, может показать что он, ну, мало чем поменялся. В плане движения вы также можете дешить вперед, назад, красться на картах, делать прыжки разной высоты, блокировать в прыжке или менять направление удара в этом самом прыжке. Боевка вроде тоже не изменилась. Чейн комбо там, прием обманки, спешлы, команд нормалы, диспарейшны, брейкшоты, пауэр мувы, все это на месте. Но довольно скоро приходит озарение, что че-то тут не так. Начнем с самого главного. Основной фишки серии с переходом на задний план. Ибо ее в который раз уже опять перелопатили. Теперь уход на задний план снова временный и служит лишь уклоняющим маневром. Вы можете атаковать с заднего плана и довольно быстро перемещаться, плюс обычные атаки вас там не достанут. Однако есть специальные атаки для того, чтобы достать вас с заднего плана. К тому же в игру вернулись уровни без возможности ухода на этот задний план, как это было еще в Fatal Fury 2 в 93-м году. Правда, с помощью некоторых приемов можно выбить соперника на этот задний план, и он там получит дополнительный удар о препятствие. Другими словами, игра сделала небольшой шаг назад. Ибо в прошлой игре задний план был, скажем так, полноценным. Вы вольны были свободно перемещаться между передним и задним планом. Имели и там и там полный спектр действий. И это, по сути, превращало игру в этакий 2.5D файтинг. Теперь же мы вновь имеем преимущественно маневр уклонения. Этакий более проработанный додж или сайдстеп. Но и на этом пагубные изменения в геймплее не прекратились. Комбо-система также вернулась к более ранним играм. Большинство чейн-комбо теперь не канцелится, сами эти чейн-комбо стали довольно ограниченными, и в целом выполнение приемов и комбо стали, как бы так сказать, более точно восприимчивые к импуту, скажем так. То есть их банально стало сложнее делать. Да, ни в коем случае не отрицаю, комбо-система здесь по-прежнему богатая, и при должной сноровке тут можно делать комбухи, снимающие чуть ли не все хп сразу. Но вот в этом-то проблема. При должной сноровке. Раньше это было делать гораздо проще, что очень сильно усложняет аспект освоения и привыкания новичков в данной игре. Вот в качестве простого примера. В Real Bout Special почти у каждого бойца была простая, но эффективная комбо. Чейн-комбо на три удара, выбивающая врага на задний план, далее тут же делаем атаку, которая направлена на этот задний план, и отменяем ее в какой-нибудь спешл. Просто, понятно и эффективно. Здесь же это уже так не работает. Да че уж там говорить. Как я отметил, у многих персонажей даже сами чейн-комбо как таковые в спешл не отменяются. Понимаете, к чему я клоню? Я ни в коем случае не заявляю, что Real Bout Special была игрой, в которой любой новичок мог просто по щелчку пальцев мгновенно разобраться. Нет, ни в коем случае. Но, во-первых, он там мог освоиться гораздо быстрее, чем здесь. Во-вторых, он получал гораздо больший, скажем так, отклик от игры. И в-третьих, что немаловажно, возвращая боевку вот к таким более требовательным условиям, авторы очень сильно увеличили разрыв между новичком и профессионалом в этой игре. Так называемый скилл-гап здесь гораздо более ощутимый. И вот эти вот все изменения в боевке приводят к третьему шагу назад относительно прошлой игры. Учитывая вернувшиеся ограничения на задний план и даунгрейд боевой системы, мы получаем явную потерю в динамике боев и их разнообразию по сравнению с прошлой игрой. И, кстати, о сложности. В плане прохождения аркады они также сделали шаг назад и вернулись к более скотскому сопернику, который читает ваш инпут и просто не дает сдвинуться, если он сумел до вас добраться. Ты нажал кнопку? Да как ты посмел, сволочь ты такая? На, получай полную комбу на треть хп. А то и того больше. В результате, когда играешь один в аркадку, единственной нормальной стратегией становится спам дальних атак в надежде не подпустить врага к себе вообще. Ну или спровоцировать его увернуться и уйти на задний план, где он не сможет вас блокировать, если вовремя его цапанете. Они, конечно, пытались это исправить, вставив в игру костыль. После использования канта вам дадут выбор. Вы можете начать бой с полной шкалой энергии, снять врагу большую часть здоровья или просто получить сразу победу в первом же раунде. Но, как я заметил, это костыль, саму проблему он как бы не решает. И да, СНК потом частенько эту фишку еще вспоминать в своих файтингах будет. Как-то, знаете, непонятно получилось. С одной стороны шаг вперед в плане упрощения, а с другой шаг назад обратно к мерзкому читающему input-компу. Такая же ситуация, в принципе, и в других аспектах игры. Нарратива здесь по-прежнему нет от слова совсем. В плане музыкальных тем мы имеем полную копию прошлой игры. То есть, не просто мелодии похожи, а это и есть те самые мелодии. В плане презентации игра тоже сделала, опять же, шаг назад. Интро крайне короткое, хоть и эффектное. Из титров пропали юморные вставочки, но самое главное, исчезли те, казалось бы, мелкие детали, которые мне так нравились в прошлой игре. А именно, интро у персонажей и их различные визуальные выпендрежи. Мэри больше не прикатит на бой на своем байке, а Краузер не даст вам послушать оперу перед смертью. Само собой есть изменения и в положительном ключе. Многие бойцы получили новые приемы, все задники в игре полностью новые, хотя и отдают стариной. Плюс, как я отметил, вернулись задники без заднего плана. Но при этом эти задники также лишились разрушаемых объектов по краям. Опять же, шаг вперед и тут же шаг назад. Ну и само собой появилось три новых персонажа со своими музыкальными темами, приемами и особенностями. Боксер-индейца Рик Страут, китаянка Ли Шан Фей, мастерски владеющая кунг-фу, и секретный босс Альфред, о котором чуть-ка позже. Но и тут тоже есть подвох. Взамен мы потеряли четыре альтернативные версии Энди, Тана, Билли и Мэри из прошлой игры. Опять же, один шаг вперед и тут же шаг назад. Вам может конечно показаться, что я игру чисто хаю, но это не совсем так. Мне просто обидно и не совсем понятно, зачем делать вот такие вот явные шаги вперед, а потом тут же делать шаг назад. Все же работало отлично в прошлой игре. Вот у вас готов, так сказать, макет. Продолжайте его наращивать, развивать. Или кто-то жаловался на прошлую игру? Кому-то не нравились разрушаемые объекты по бокам арены? Или может быть кому-то мешали детализированные портреты персонажей на версус экране, от которых остались лишь кричащие головы? Черт их знает. Опять же, я ни в коем случае не говорю, что Real Bout 2 внезапно плохая игра. Отнюдь, это наоборот вполне себе хорошая вещь. Персонажи интересные по-прежнему, бои динамичные, управление вполне отзывчивое. Игра здорово выглядит и она здорово звучит. И все было бы это отлично, если бы это был самостоятельный продукт. Но нет, это сиквел, который на деле, по большей части, лишь апдейт. И тут, что называется, как-то не крути, а сравнения с прошлой частью избежать не получится. А оно оставляет меня с одним простым итоговым результатом. Игра хуже своего предшественника практически во всех аспектах. Отчего я ставлю ей 8 баллов из 10. Игра, безусловно, хорошая, и я могу порекомендовать ее к ознакомлению. Но лично для меня Real Bout Special останется лучшей игрой в серии Fatal Fury. Напоследок, стоит сказать пару слов про порты. Само собой, были переносы на домашние версии Neo Geo и Neo Geo CD. SNK даже не стала изменять своим традициям и сделал портативную версию. Правда, на этот раз для своей собственной Neo Geo Pocket Color. Называлось это чудо Fatal Fury First Contact. И в целом, это довольно добротный перенос игры на 8-битные рельсы. Конечно, пришлось пойти на некоторые уступки, вроде малого набора персонажей или чибишного облика героев. Но, учитывая ограничения, это вполне добротная попытка. Многие аспекты и механики из оригинала были перенесены и в эту версию. Так что, если хотите портативный 8-битный вариант Fatal Fury, то это вполне солидный выбор. По крайней мере, она куда как лучше их прошлых попыток перенести Fatal Fury на Game Boy. И на этом почти все. Портов на PS1 или Saturn не было, что несколько странно. Лишь в 2008 году на PS2 игра таки вышла на домашних консолях в рамках сборника Fatal Fury Battle Archives Vol. 2, который включает в себя еще и первый Real Bout и Real Bout Special. Нынче этот сборник доступен еще и на PS4. Там по сути аркадные эмуляции, но с дополнительными бонусами. В опциях можно перенастроить управление по вкусу, выбрать оригинальный или аранжированный саундтрек, а также здесь есть дополнительный тренировочный режим, в котором кстати можно мувлисты посмотреть. Относительно Real Bout 2 стоит также отметить, что здесь есть возможность поиграть за Альфреда, который в аркадной версии был лишь секретным неиграбельным бойцом. И тут-то выясняется почему он был неиграбельным. Напомню вам, что впервые он стал играбельным в домашней версии Real Bout Special для PS1. Ну та, которая была с припиской Dominated Mind. Она вышла аккурат через несколько месяцев после релиза аркадной Real Bout 2. И в ней была одна ключевая особенность. Там не было самой главной фишки Fatal Fury. Ухода на задний план. Ну, из-за ограничений консоли. И вот у Альфреда в Real Bout 2, представьте себе, нет приемов заднего плана. Он не может сам атаковать стоящего там соперника, и не может атаковать оттуда. Скорее всего, он просто банально недоделан. Именно поэтому его и сделали секретным неиграбельным бойцом. На что также указывает тот факт, что у него всего-то пара спешлов и нет чей комбо. Возможно, возможно. Именно поэтому Real Bout 2 получился хуже Real Bout Special. Вполне может статься так, что игра просто банально недоделана. Я не нашел никакой конкретной информации по этому поводу, так что это чисто мои домыслы. Но после многих часов, что я провел и за одной, и за другой игрой, я пришел именно к такой мысли. На это указывают многие вещи. И тот же недоделанный Альфред, и повторное использование музыки напрямую с прошлой игры, и очередное отсутствие нарратива, несмотря на то, что у нас аж три новых персонажа на этот раз, про которых мы ничего не знаем, кроме их имен. И про отсутствие интро боев и так далее, и так далее и тому подобное. Эх, жаль, что так вышло. Как я заметил в начале видео, игра-то сама по себе хорошая, она просто оказалась разочарованием по сравнению с прошлой игрой. Она явно не дотягивает до Real Bout Special. К тому же, это последняя номерная игра в серии Fatal Fury. В следующем году СНК внезапно начнет вилять задом в разные стороны. Но вот что у них в результате вышло, это уже другая история. А на сегодня у меня все. Пишите в комментариях, что думаете об этой игре, рассказывайте о канале друзьям, если есть возможность и желание, поддержите проект. Все ссылки найдете в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!